Всем привет, друзья! Каждый из нас знает о том, что Вселенная огромна и содержит очень много разнообразных объектов. Наверняка вы слышали о черных дырах и квазарах, но задумывались ли о том, какими они могут быть? Сегодня мы с вами поговорим о квазаре, вокруг которого сформировались самые большие запасы воды во Вселенной, и попробуем понять, как такое возможно, и как образуются подобные космические объекты. История изучения квазаров берет свое начало еще в 60-х годах 20-го века, когда земные телескопы обнаружили необычные источники, ранее не наблюдавшиеся. Они были крошечными, но невероятно яркими. Их называли квазизвездными объектами. Дальнейшие исследования помогли понять, что эти объекты двигаются на большой скорости, всего в три раза меньше скорости света. Квазары примечательны тем, что своим сиянием способны затмить целые галактики. Это далекие формирования в миллиарды раз массивнее Солнца. Первые полученные данные о количестве поступающей энергии повергли ученых в шок. Многие не могли поверить в существование подобных объектов, и скептицизм заставил искать другое объяснение этому. Но последующие исследования доказали, что перед нами действительно одни из ярчайших и удивительнейших объектов во Вселенной. Поражает и тот факт, что источников для такого энергетического запаса у квазары не так уж и много. Наилучший вариант – сверхмассивные черные дыра. И благодаря последним данным можно предположить, что квазары могут создаваться сверхмассивными черными дырами, поглощая окружающее вещество. Под воздействием притяжение частицы набирает огромную скорость, натыкаются друг на друга и ударяются. Их температура от этого повышается. Появляется видимое свечение. Непреодолимое притяжение черной дыры заставляет вещество двигаться к центру, по спирали и превращаться в аккреционный диск, в структуру, которая образуется из вещества, вращающегося вокруг черной дыры. Часть вещества переходит к полюсам, где создаются джеты, узкие пучки, излучающие радиоволны. Но вокруг квазара могут находиться не только частицы различных газов и пыли, но и, как оказалось, вода в виде пара. Так откуда она там взялась? Но прежде чем разобраться в этом, давайте поговорим о Земле. Наша планета на 71% покрыта водой. Объем всей воды составляет полтора миллиарда кубических километров. На самом деле это не так много, как может показаться. Две команды астрономов из Калифорнийского технологического института обнаружили самый большой резервуар с водой во Вселенной. Это квазар под названием APM082795255, который расположен в 12 миллиардах световых лет от нас. В нем содержится в 140 триллионов раз больше воды, чем во всем мировом океане. Благодаря этой находке мы можем увидеть, какой была Вселенная на раннем этапе своего развития. Немаловажным является и то, что вода вокруг квазара находится в парообразном состоянии, и ее количество в 4000 раз превышает количество всей воды Млечного Пути. Но это лишь предположение. Выше приведенные факты дают нам понять, что вода появилась на этапе формирования Вселенной. А теперь поговорим о структуре квазара. В его центре находятся огромные черные дыра, которые планомерно потребляют окружающие газ и пыль. Масса этой черной дыры в 20 миллиардов раз больше массы Солнца, энергию которой она производит в триллионы раз больше энергии нашего светила. Водяной парк квазара окутывает черную дыру и формирует газовый регион протяженностью в сотни световых лет. Однако расчеты говорят о том, что огромное количество газа может расширить черную дыру до размеров в 6 раз превышающих исходные. По словам астрономов, огромные частички газа и пыли могут быть попросту выброшены из квазара в космическое пространство. Вода во Вселенной, как оказывается, не редкость, но основной процент людей считает, что вода – источник жизни, и мы единственные во Вселенной. Согласны ли вы с этим утверждением? Если вам понравился ролик, ставьте палец вверх и подписывайтесь на наш канал, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!